Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Добрый зимний вечер, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ Сейчас здесь в студии Александра Хайрулина Роман Шахов, мы вас искренне приветствуем, друзья И очень рады сообщить, что сегодняшний концертный зал имени Юлии Паршуты и Марка Тишмана Вот такое длинное название Привет, привет Юлии Паршуты и Марка Тишмана Да, всем привет, с наступающим С наступающим привет Какие вы красивые, Юля, спасибо тебе огромное за эти потрясающие брючки Которые, ну уж теперь точно с появлениями их в нашей студии Можно сказать, что Новый год к нам в студию тоже пришел Давайте вот о чем поговорим Брючки красивые, но у меня есть и красивые ремешочки Может быть мы сразу об этом расскажем Ну, ребята, у вас вышла новая песня, замечательная, красивая, дуэтная, больно, но красиво Ну, рассказывайте Кто начнет? Мне нравится, как Юля у себя в инстаграме В сторис показывает эти ремни и подпись Хочешь ремня? Да Рассказывайте, в чем связь песни и ремней, и кто хочет ремня? Я начну, ты продолжишь, потому что начал я с этой песни Она называется, песня, которая у нас вышла, второй дуэт Она называется «Больно, но красиво» И нам показалось, что это такое заразительное название Хотя песня совсем не веселая Но его можно переначивать как угодно Больно, но красиво Все люди с переколотыми лицами Это больно делать Но красиво, черт побери, потом получается Ну, иронично, с юмором, если отнестись вообще к жизни То можно и своим девизом, да? Да, 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 у меня одна подруга сказала Говорит, это вообще, мне кажется, хэштег всей моей жизни Больно, но красиво Как это драматично Какие вы молодцы, да Ну, так что, идея, получается, Юля твоя была С ремнями Ну, да С ремнями всегда, Юля Значит, ремень этот прекрасен и удобен Он, во-первых, что держать штанишки Я так понимаю, юбочки, да? Держать штанишки, юбочку подвязать Для утех Или как все-таки больше? Для утех, для спасения Он очень крепок Для фитнеса Для воспитания, опять-таки Слушайте Ну, я против, честно говоря, ремни воспитаний Но взрослых можно воспитывать таким образом А так он просто очень красивый Он в тренде Носить можно как угодно Можно носить так же, как и чокер, например Главное, как... Юлечка, скажи, можно ли их приобрести где-то? Или это чисто вот такая вот... Сейчас это подарочек Подарочек Ну, а теперь давайте о песне поговорим Я знаю, что написал ее Марк Юля влюбилась сразу В песню, разумеется Марк — это само собой И, наконец... Да, но крепко Уже успел разлюбить, да Это мы все рассмотрели в вашем клипе Как раз в предыдущем Это было, да Сначала была другая песня Которая называется «Невыносимая» Ну да, конечно Клип, который вы видели Который мы крутим Да За что мы вам признательны Вот И сначала была эта песня А потом мы сидим Что-то обсуждаем Мы говорим Вот еще бы какую-то песню Выпустить Ну и я написал Быстренько В придачу Вторую Тогда это было в придачу Да Но когда Марк сыграл Все послушали Говорят, нет, для в придаче Да, на репетиционной базе Причем я ее выучила Вот с первого раза Как только Марк сам сыграл На фортепиано И все Это, конечно, был отдельный сингл Отдельная история И новая жизнь Ну, что уже поклонники вам пишут? Они говорят, что это песня сильнее предыдущей Или примерно одинаковая Или, может быть, не дотягивает Потому что первая Она немножко такая Все-таки более олдскульная В ней такой надрыв Эмоции Полет Да А это немножко Наверное, более какая-то Более такая Лаунжево Нейтральная Но в ней эмоция скрытая То есть они разные Хотя то, как мы сегодня споем Больно, но красиво Никто не знает Поскольку мы, представив всех Кто в этой студии Не представили Сергея Сергей И Сергей отвернулся уже Пианист Настало время представить Сергея И сегодня она И это благодаря Сергею И его присутствию в студии Эта песня предстанет Немножко в другом виде Может быть, как раз более такой Понравится тем, кому нравится первый дуэт Более игриво Но это все наша кухня такая Музыканская, да Но она вполне себе тоже Повторюсь, наверное, в трендах Сейчас не принято кричать о своих эмоциях Наверное, более, скажем, такая Молчаливая, сдержанная Правда? Ну да А что сейчас еще в трендах, ребят? Просто страдать просто Где-то там в подушку И не показывать Мне кажется, что столько всего написано Испета сложно, прекрасного Действительно чудесного Что, на мой взгляд, в тренде О сложном сказать просто Хотя, может быть, это всегда так было хорошо Хорошо сказал Минимализм Понимаешь? Хорошо Рома, я не знаю, как ты будешь расставаться с этими ремнями Но судя по тому, как ты в цепи поверил в них У меня будет такая отличная миссия Расдавать ремней Слушайте, у меня в одной руке телефон На который приходит и приходит безостановочное сообщение В другой ремни мне сложно их отдать С какой песней мы начнем, ребята? Давайте скорее перейдем к музыкальному приветствию Наверное, с той песни, с которой мы начали Больно, но красиво Нет Не выносивая А, не выносивая Ну, я ее очень люблю С одной из версий Самая, наверное, трогательная Сергей, просим Возможно Где-то там, за горизонтом Взойдет саян Для кого-то в радость, кому-то не зря Где-то там, за горизонтом Твои друзья Твое счастье, твоя семья А я не верю чудесам Ты это все придумал сам Мечтаю об одном Мне будет тебя тайком О, моя любовь Непостижимая Неудержимая Моя, моя, моя О, моя любовь Необъяснимая Непостижимая Моя Где-то там, за горизонтом Плывет рассвет Моей погашей звезды Растаявший след Где-то там, все там За горизонтом Пылал закат Он не званый Он не званый Он, как я Он, как я Не в попад А я не верю Чудесам Я это все разрушил сам Мечтаю об одном Он не верю Он не верит тебя Тайком О, моя любовь Непостижимая Неудержимая Неудержимая Моя, моя, моя Моя, моя О, моя любовь Необъяснимая И невыносимая Моя Моя, моя, моя О, моя любовь Непостижимая Неудержимая Моя, моя, моя Моя, моя О, моя любовь Необъяснимая Непостижимая Непостижимая Моя 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 За такое потрясающее исполнение В такой версии вы записывали эту песню? Да Вот именно в медленной Есть Она, да, у нас в iTunes Есть Maxi Single Везде на всех электронных Интернет площадках Или как это говорится, да? На всех носителях На всех площадках Да, там есть и гитарная версия И на русском И на английском И вот такая версия С Сергеем записанным Фортепиано Сергей, браво, конечно, вам Отдельно Спасибо Спасибо Вообще это удивительно Смотришь на такое единение В момент исполнения Какая-то молитва Какой-то транс такой Да, я даже, знаете Когда я только написал эту песню И пел ее на концертах Очень давно Я и говорил, что Это как мантра Ты повторяешь себе Моя, моя, моя Как и есть Что-то в ней есть, видимо, от молитвы Ну, что-то есть, да И хочется, чтобы эта песня, конечно, объединяла Объединяла еще сердца Что касается вашей новой работы На эту песню Потрясающий клип, но невыносимый А больно, но красиво Скажите, как здесь обстоят за вас клипом? Да Вопрос открытый Да У нас вопрос открытый Мы даже, кстати, придумали идею Такую, неплохую Но посмотрим Время покажет Я вообще зарекся что-то говорить О чем Что-то загадывать Что-то обещать Слушайте, в канун Нового года-то можно Попросить у Дедушки Мороза В любом случае Единственное, что мы можем сказать Что каждый из нас Работает на пределе Своих физических и эмоциональных возможностей Мне кажется В эти дни И каждый из нас готовит Что-то Сольно Но что касается Больно, но красиво Нам самим нравится И Хочется, чтобы Знаете-ка Не нам Вам рассказывать Как не просто говорить с медиа Как не просто говорить с радио Как не просто говорить с телевидением Как не просто всем вокруг доказывать Что ты не баран И что эта песня чего-то стоит И та же самая песня Невыносимая Которая вам нравится И которую вы крутили Но Она у нас в эфире до сих пор И будет Но давайте говорить прямо Ее не поддержала больше ни одна Радиостанция Вот такая крупная Федеральная Простите, конечно Слушайте, вы пришли к нам На передовую станцию У нас Нет, но я говорю Кроме вас Кроме вас Вот из того, что мы слышим в Москве При этом песня была в топе iTunes При этом песня Концертное исполнение песни Тоже набирает десятки тысяч просмотров Огромное количество просмотров Где бы мы ее не спели При этом Люди поют В контакте В одноклассниках На ютубе Везде Люди делают камеры Я приезжаю куда-то Мне говорят Спойте, пожалуйста, невыносимую Люди поют в караоке по всей стране Но и с чего я это начал Мы, конечно, можем Снова наскрести по сусекам И снять еще более красиво Но каждый Клип Но каждый из нас еще занят Своей сольной карьерой И поэтому Но Слушайте Но мы работаем Во всяком случае Что мы обещаем Что мы обещаем Не забрасывать нашу дуэтную историю Просто потому что Уж пожалуйста Мы с вами получаем удовольствие По возможности Я вижу отклик От людей Людям нравится Видеть нас вместе Конечно Молодые, красивые, талантливые И у вас много общего права Как говорит наш президент Запрос такой есть Общество Так что же там такого Сольного и интересного Готовят по отдельности Юлия Паршута Марк Тишман Мы с вами узнаем Прямо очень-очень скоро Никуда не девайтесь Программа Концертный зал Скоро продолжится Студия 89 и 9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Еще раз здравствуйте Здесь телерадиоканал Страна FM Концертный зал Юлия Паршута Марк Тишман Друзья Мы сейчас перешли К обсуждению Сольных проектов Наших гостей Что же И суперновинках Мы сейчас поговорим Которые ребята Обещают продемонстрировать Самое ближайшее время Ну начнем Это Марк Потому что у него-то премьера Прям вот-вот не за горами Да, но Расскажу значит Начну Начал издалека Только не со времен сотворения мира Пожалуйста Я столько не живу Не знаю Вот Но что-то вспомнить могу Вот Значит У меня есть Я не знаю Фан-клуб Клуб друзей С которыми мы иногда встречаемся И это очень верные мне Преданные Девочки Девушки Женщины И вот есть у меня такая песня Навигаторы Ты приходил к нам с премьерой как раз Да Но премьера Премьера была как раз у нас Когда была встреча И я сыграл эту песню Просто под рояль И с тех пор Девочки значит Сказали что они мечтают Когда-то услышать Вот такую версию под рояль Я к Новому году решил сделать Эту версию И снять на нее видео Которое Это такое Мне кажется Будет немножечко провокационное Видео такое Немножко трэш Новый год Вот Я совсем скоро В районе 27 декабря Мы его презентуем Это видео 18 плюс? Вот Не знаю как получится Что войдет Но это Были феерические сутки съемок С моими близкими друзьями С участием Известных актрис Вот Но вообще Лилось Лилось шампанское Не буду рассказывать вообще Что там происходит А по твоим глазам А по твоим глазам Бедному Единственное что я знаю Что в 4 утра Отчаянный сосед Который был очень дружественно к нам настроен Сказал Ребят простите Но я даю вам 15 минут Чтобы закончить этот клип А я ведь вас любил до этого момента И уважал и восхищался вашим творчеством Сказал сосед Вот Но это будет мне кажется очень любопытно И очень неожиданно Мы очень ждем Тем более что тебе удалось нас заинтриговать Еще как Так что премьера 100% состоится в нашем эфире Друзья Какое бы там ограничение Взрастной марк не поставим Снималась в доме Куда приходил Петр Ильич Яковский До съемок Ранее В свое время До того как мы начали снимать Не на съемке Так но это не единственный сюрприз Сразу же после нового года Что то еще планируется Да Уже снят клип на песню Моя актриса Когда нам снимала Режиссер Клипмейкер Которая сняла больше всего клипа в нашей стране Ирина Миронова Она сняла более 800 Ирина у нас не раз была в гостях Мы ее спрашивали Она сама не помнит Сколько Ну вот да Мне сказали что более 800 Видимо кто то все таки посчитал И Клип на песню Я надеюсь что выйдет в конце января Когда Все вернутся после праздников И мы покажем Я буквально сегодня получил Вариант Уже с цветокоррекцией Доволен Да Он Юле показал даже сегодня Мы приехали к вам сюда в студию От меня Были у меня в гостях Ели фейхуа Перетертая с сахаром Ели сыр С сыром Нуга оливок Фейхуа из Сочи Как у вас идет Нет Это вот мне родители передали Но Юля угощала не так давно Сочинским фейхуа Да я привозила Юлечка ну что у тебя Рассказывай ты теперь А у меня то сегодня премьера Новая песня Новая песня которая называется Северное сияние Ей уже чуть ли не два года скоро Но такой сложный был процесс Ее рождение Ну сама эта песня появилась сразу Автор мне ее передал Он сказал Все это ты Я тебя услышал Причем он услышал мою Адель На шоу один в один Он впечатлился Это был мой первый выход Вдохновился И написал Да он вдохновился И написал эту песню Он говорит Это твоя абсолютно И я ее услышала У меня все внутри вскипело Взбаламутилось И никак мы не могли найти Того самого музыканта Аранжировщика Который сделал бы ей эту огранку Музыкальную правильно Было очень много версий И я не одну Я все браковала Это не то Нет она неправильно звучит И вот наконец-то это получилось Она такая выстраданная Но любимая Это некий Новый виток наверное Может быть Моя музыкальная жизнь Какое-то новое дыхание Вот И сегодня премьера Стоялась в соцсетях По-моему Мы тебя поздравляем Мы очень рады Спасибо Сегодня я ее спою Сегодня Может быть не будем откладывать Или что у нас по программе сейчас Сейчас у нас по программе Другая песня Хорошо Давайте к ней перейдем Чуть-чуть из старенького Да Асталависта Тряхнем старинной И я эту песню хочу пожелать Чтобы все оставили в этом году Все свои сомнения Сказали им асталависта Все свои страхи Беспокойства И открыли свою душу Сердце Всему новому Самому смелому Самому свежему Оно обязательно будет в новом году Точно Асталависта Будовичков Я погасила наше солнце сама руками Что же с нами не так Мне кажется, что будет проще Убить словами И не смотреть назад Зачем подали в эту мимую пропасть Я не смогла понять Я отпускаю руки Если захочешь Я дам тебе знать Осталависта Моей любви нам не хватит с тобой И больше нет смысла Прости, прощай, мой последний герой Осталависта Моей любви нам не хватит с тобой И больше нет смысла Прости, прощай, мой последний герой Я поднимаю руки Медленно в наше небо Видишь, что я не сдаюсь Я заполняюсь тату Океаном света Знаю же, я не боюсь Остаться снова один Один с собой В комнате устой Я не боюсь показаться Раненной тобой Но... Но... Моей любви нам... Но... Моей любви нам... Но... Моей любви нам не хватит с тобой И больше нет смысла Прости, прощай, мой последний герой Осталависта Моей любви нам не хватит с тобой И больше нет смысла И больше нет смысла Прости, прощай, мой последний герой Герой Студия восемьдесят девять и девять Концертный зал Продолжается программа «Концертный зал», друзья Юлия Фаршута, Марк Тишман и наш новогодний праздничный выпуск Марк точно ожидает и ждет с радостью Новый год Даже отсчет ведет Да, до Нового года 33 дня Вот 18 дней до Нового года Очень ждет Ну, это искренне, правда? Скажи, у тебя... Да, у меня с детства осталось Вот это у меня не прошло с детства Я обожаю Новый год Просто обожаю Потом я же родился на юге И снега у нас было, как июля, в принципе Мова южная Да, может поэтому... Вот еще одно общее, что вас объединяет Вот И... Кавказ, я тоже практически на Кавказе Да Не практически, это же Кавказ Вот И я обожал... У нас снега было мало, практически не было Я обожал просто смотреть по телевизору Лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, заснеженную Москву И, ну не знаю, как-то люблю все И я, честное слово, взрослый мальчик Мальчик Но я верю в том, что вот Что загадаешь в Новый год Что можно проститься с какими-то проблемами Я в это верю, потому что это то, как ты себя настроишь Календарь же обнуляется, почему же человек не может Ну и самое главное, уже с годами ты наблюдаешь, что это действительно так и есть А все годы разные Вот смотрите, даже если мы вспомним Вот какой был седьмой год, а какой был четырнадцатый Какой был шестнадцатый, они же все разные Поэтому это очень зависит Каждый год разный, ни один не похож Поэтому не верьте скептикам Говорят, да, а что там, перелеснули календарчик То же самое Не знаю, у меня рядом нет таких людей Мне кажется, я притягиваю Да, так же абсолютно Это чудеса Мне всегда надо, чтобы подарок был от Деда Мороза Мы всегда, мы с родителем всегда А что вот Дедушка Мороз, а что Дедушка Мороз И всегда так трепетно, всегда куча всяких мелочей внутри Вот чтобы каждый мог испытать эту детскую радость откуда-то издалека А вот у нас в Сочи, кстати, частенько именно на Новый год выпадает снег Вот какое-то чудесное место Снега нет, 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 а тут прямо в новогоднюю ночь ты 1 января спускаешься А тут земляника висит красная Потому что сверху шапочка снежная Пожалуйста, пожалуйста Да, поэтому чудеса Ёлки у вас уже накрашены? В домах? Нет еще А у меня есть мини- ёлка, мне подарили Достал из шкафа и уже Конечно, давно Ой, просто я что-то так заработался, что забыл про ёлку, надо наряжать Ёлка настоящая, ёлка искусственная, какие вы предпочитаете? Что с экологией? Из гуманных соображений, конечно, искусственная Искусственная у меня есть уже достаточно давно Я живу 10 лет в Москве в этом году Юбилей У меня есть искусственная Вот, кстати, десяточка То у вас у двоих В общем, тоже такая знаковая история Юля 10 лет в Москве А Марк 10 лет назад Впервые спел песню на центральном канале Во всяком случае, если верить твоим записям в соцсетях, в инстаграме Да, 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 всё верно Ты писал о том, что на первом канале После чего у тебя узнали массы как раз И услышали и его любили Да, это, кстати, был наш практически одновременный дебют Потому что это же была фабрика звёзд 7 И я этот день, наверное, не забуду ещё очень долго Пока мне не настигнет какая-нибудь старческая деменция Если доживу до этого времени Но это была фабрика звёзд И это было ещё то время, когда не было так много каналов И практически в интернете очень мало всего было Не так это было распространено Но подобный формат для нашей страны действительно был очень уникальным просто Да, да, да И я спел в одном концерте песню дуэтом с Пугачёвой С Аллой Пугачёвой На секундочку В воскресенье Ворвался так И свою песню я стану твоим ангелом И мне я очень хорошо помню, я это рассказывал Что Костя Меладзе, продюсер наш с Юлей на фабрике Сказал Марк, твои родители придут А у нас же не было связи, мы же жили в закрытом доме Я говорю, нет Он говорит, так, обязательно скажи маме Что Костя сказал, чтобы она пришла Потому что такое у людей случается вообще один раз на миллион и раз в жизни Это точно На первом канале страны В прайм-тайм выходного дня Пел с самой большой суперзвездой этой страны И собственную песню, собственного сочинения Вот, и я тоже люблю это рассказывать Мама моя пришла, но она очень скромная, она совсем не публичная Она всего этого боится и всё это ей неловко И она пришла, сидела с моей сестрой, с нашим очень близким человеком Вот, и Лика, наша сестра моя, говорит А после песни, после того, как ты пел с Пугачёвой Говорит, я подумал, что у меня перелом кисти Так она сжимала мою руку Она даже вцепилась так От волнения за сына Марк, ну ты же и попал туда абсолютно в какой-то мистической истории Да, эта история случилась Ну, это, слушайте, это прям долгие Мне две есть истории Во-первых, история, связанная с этой песней Я стану твоим ангелом Я думаю, что в тематику Нового года нам это даже интереснее будет Ты, Юля, может, даже не знаешь Я же пел в ресторане Ресторан «Англитер» Так Раньше он был на Лубянке Теперь там другое место И ты ещё маленькая была Да, Юля ещё была маленькая, правда В ресторанах не ходила, да Учила геометрию, так Вот И я на деньги, которые там зарабатывал, записывал, значит, песни Вот одна из песен, которую я записал Была песня «Я стану твоим ангелом» Как тогда всё обстояло дело? Слушайте, не так давно было Рассказываю, как будто в прошлый век Значит, записывалось всё на болванке И дальше я брал много болванок CD Надписывал на них маркером Что я, кто я, как зовут песню И свой номер телефона И разъезжал лично по радиостанциям Оставлял где у секретаря на ресепшн Где с кем-то можно было что-то сказать И вдруг тут, значит, я иду ночью, отпев в ресторане 13 января, ночь на Старый Новый Год Жил я тогда метро «Южное» Выхожу ночью из метро Прям один из последних поездов Никого нет на улице, на Сумской улице Снег, красиво, невероятно Я иду, и впереди меня идут две девушки И вдруг, значит, я слышу Они говорят между... Иду я сзади них пару метров И они впереди Я слышу их разговор Одна из них говорит Знаешь, я сегодня по радио услышала Песню там, какой мужик поёт Что-то я стану твоим ангелом Я буду в счастье и в беде Я обмер, как вы можете понимать Она продолжает Знаешь, я что-то бросила Я больше ничего не... Час меня выбило Я ничего не могла делать И мне просто полились слёзы Всё И вдруг в этой ночи На Сумской улице Я очень закрытый и скромный человек на людях Стало известно Я им сзади говорю Это я пою Вы можете представить, что с ними случилось? Они перепугались страшно Они посмотрели на меня и сильно ускорили шаг А рюкзачок-то с болванками у меня с собой В общем, я им запел, я им дал этот диск Но как-то они всё равно очень странно меня смотрели Но это было чудо на старый Новый год Я думаю, что нужно обязательно сейчас перейти к музыкальной части нашей программы Кто у нас сейчас на очереди? Да, я сейчас спою тогда в продолжении истории Но спою песню в новогоднюю тему, наверное, в зимнюю, во всяком случае, в январе Убегай, хотя уже куда убегать? Утешай, хотя уже кого утешать? Не мешай Мне срочно надо что-то решать Не мешай Дай мне шанс, не мешай Ты да я Всё кажется, вот тронется лёд Ты да я Две жизни как одна напролёт Ты да я И кто-то вдруг тебя позовёт И позовёт И своей назовёт А я От января до января Говорю со стрелками по ночам И молчу с тобою на два голоса И молчу с тобою на два голоса Ссорились мы часто по мелочам Всю землю разделив на два полюса В темноте Пылинками погаснет экраном Мы не те О ком красивый сложат романы На лесте Обрывки не затянутых Рана мы не те Кто сказал не предам Вот и всё Светлее Если падает снег Вот и всё Слеза из-под опущенных век Вот и всё И ты теперь чужой человек Вот и всё Как во сне только снег А я От января до января Говорю со стрелками по ночам И молчу с тобою на два голоса Мне бы ещё хоть раз по твоим плечам Поцелуями да по волосам Говорю со стрелками по ночам И молчу с тобою на два голоса Ссорились мы часто по мелочам Всю землю разделив на два полюса А я От января до января Я говорю со стрелками И я молчу с тобой Мне бы ещё хоть раз по твоим плечам И поцелуями да по волосам Говорю со стрелками по ночам И молчу с тобою на два голоса Ссорились мы часто по мелочам Всю землю разделив на два полюса Убегай Хотя уже куда убегать Утешай Хотя уже зачем утешать Но не мешай Мне срочно надо что-то решать Что-то решать Ну хоть что-то решать И даже пробки сейчас для некоторых показались волшебными Если в машине нас сейчас слушают До сто процентов, конечно Это достаешь Марк Тихшман, друзья Юля Паршута Сергей здесь тоже Сергей Хочепский Да, огромное удовольствие получаем Спасибо большое Юлечка, я хочу тебя спросить По поводу твоей интернет-карьеры Влогеры Блогеры Как правильно тебя назвать? Видеоблогер Блогер 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 на всякий случай Чтобы туда и туда попасть Да Ну, ты знаешь, несмотря на то, что ты не так давно занялась этим делом Все уже очень так профессионально Марк, да? Ты тоже так считаешь, мне кажется? Ой, я большой Большой читатель И смотритель Юлиных Да Юлиных всех интернет-дел Но Такое вообще редко бывает Когда девушка настолько красива Умна Чувствительна Эмоционально развита Но я не люблю тоже В присутствии Я это все чувствую к ней Поэтому мне кажется Настолько Как говорят англичане Obvious Настолько все это очевидно Ну вот Ну давайте мы послушаем Самую виновницу Торжества Юлечка, ты так рассказываешь Что побудило тебя? Надоело ходить К глупым журналистам Мне кажется Сказала Я буду сама рассказывать о себе Все о своей жизни Буду ходить сама рассказывать Да, но Был запрос Да, вот как Марк уже говорил Просили Юля А как ты это делаешь? Как ты это? Расскажи о своих родителях А вот чем ты питаешься? Чем занимаешься? И я подумала Вообще я Интроверт Я достаточно закрытый человек Я внутри переживаю скорее Такой вот Эмоционирую много Но впрочем-то Это Я думаю, что Слишком даже много Не открою Эмоционирую Как и многие другие Творческие люди А это для меня Скажем так Два в одном Два зайца сразу Одной пулей Да не очень как-то гуманно звучит Но не суть Я работаю над собой Через вот эту съемку Через монтаж Через то, что мне нужно где-то Поднять камеру Вне зависимости от того Кто-то смотрит на меня Кто-то на меня не смотрит Взять и говорить А это может быть Московская улица Это может быть Сочинская улица Это может быть концертный зал И артисты, которые хотят В этот момент отдохнуть Но Юля Интервью с Дилой Гелатой Да С Полиной Гагариной Я стараюсь не быть Столь навязчивой Я так немножко Вклиниваюсь Понимаю примерно Ну потому что я бываю Как бы По ту сторону Я понимаю, что это такое И я так просто Мимо проходя Скажем так Я не буду никогда В чужую душу лезть А что-то такое бывает Зацепить интересное Приходится Но больше Наверное Я смотрю на себя со стороны Оцениваю Вплоть даже До речи До каких-то нюансов И понимаю Ой, ой, ой Здесь еще над чем работать Над чем Большая работа предстоит И это для меня Некий такой Учебный процесс И в то же время Я вот даю Какой-то материал По запросу Вот спрашивают Про меня Что-то людям интересно Такое Из бытового Например, мы узнали Что Юля очень любит Гладить белье Люблю Люблю Я так Практически Последний человек Может быть Одна из точно Речащих видов Есть люди, которые Любят гладить белье Есть в этом что-то Правда медитативное И согревающее Теплое, да Разглаживающее Но какая-то параллель Все-таки должна быть Да И в конце концов Кто-то должен в семье Гладить белье Понимаешь? Ну, в общем, да Это так Юль, ну а скажи мне, пожалуйста Технические все моменты Кто монтирует? Тебе помогают? Мне помогают Мне помогают ребята Вообще я сама люблю этим заниматься Но это достаточно Конечно Это очень много времени Забирает У меня только этот материал Отобрать Только его Там Я тоже кое-что монтирую Перед тем, как отправить Я не могу совсем все Отправить чужим людям Поэтому это достаточно Трудоемкий процесс И очень много времени Занимает Монтируют сейчас другие люди Но я в этом разбираюсь В монтаже Мне само это очень интересно Как направление Я думаю, что Какую-то фигню, в общем Они тебе подсунуть не могут Ты сразу скажешь Ребята, переделай Да Я переделаю Я даю свои правки Иногда достаточно жесткие Ну Не сказать, что это вот Моя там вторая Какая-то деятельность Такая же важная Такая же сильная Но это вот хобби Юля, ты продолжай Да, потому что я вот Согласна и с Марком Одно удовольствие Действительно наблюдать За тобой Спасибо И потом очень много Очень ярких таких картинок Кадры сменяющиеся Мама с папой Действующие лица Которые появляются Разные Мама с папой, да У меня папа оказывается Ну Он тоже такой человек Очень скромный Он в принципе Такой сам по себе Он же музыкант Он написал песню Месяц май Вот Всеми любимую Он такой Любит закрыться у себя в уголке И чтобы его никто не трогал И там уже что-то творить Но он оказывается на камеру тоже Ой-ой-ой-ой Как раскрывается Так что Да Ну в общем Может быть Благодаря Ты сделаешь из папы тоже Звезду Да Почему нет В общем друзья Если вы еще не понимаете О чем мы тут говорим Заходите на ютуб канал Юля Паршуты И все поймете Узнаете очень много интересного Это правда достойно внимания Подписывайтесь Ставьте лайки Да Юлечка Когда следующий Ждать там от тебя выпуск В блок Как я говорю Выходит по четвергам Всегда То есть на этой неделе Мы увидим На этой неделе Вот получается Послезавтра Уже готовится Да Из отдыха Проанонсируй Что там будет Я думаю что если да Мы все успеем собрать Это материал из отдыха Такой некий Один день собирательный Чем я занимался А где кстати это была Фотография потрясающей красоты У тебя в инстаграм Это Мальдивский остров Мальдивские острова Один из островов Мы решили вот так Быстренько уехать Потому что Не знали когда В следующий раз Будет возможность Выпадет Вы же с новыми силами Просто ворваться в работу Я не знаю что будет Января уже Марк Ну ты не подумываешь О влогах Блогах Ну я и так делаю Над собой усилия Ввиду инстаграм Поверьте Это очень много Это очень много Это очень большие усилия Я делаю над собой Но Юля кстати Мне тоже Обучала Мотивирует Первые азы Да Начинающего Инстаграмера Давала Вот как лучше Но я уже Немножечко поймал Этот ритм Иногда меня даже Самого пропирает Так Раз Но потом правда Когда три дня Что-то не попостишь Хорошо и не постил бы Но нет Есть такое Это болото Но если честно То так круто Что это как календарь Твоей жизни Ты потом что-то вспоминая Где ты это найдешь Фотографии ты можешь удалить И так далее А это же было у меня в инстаграме Да Потом я например Человек который может написать Какие-то стихи Какие-то четыре строчки Я их могу вот Если я их не выложу в инстаграме допустим Так и бывает То они все Где-то у меня в заметках Удалятся Летопись жизни Давайте мы перейдем К музыкальной части нашей программы Давайте Потому что время летит Ух Очень быстро Правда Время летит Да Что дальше у нас ребят Какая песня Как раз моя премьера Вот Песня называется Северное сияние Очень трогательная Я волнуюсь Мы с тобой Не волнуйся Мы подхватим Спасибо Подхватывайте Сережа Поехали Не говори Что у тебя Задово Не говори Что у тебя не знаю Сердце стучит Мы идем по краю К краю Ты так близко Я тебя читаю Выучу Как хочу И небо нас кружит Внутри и снаружи Ты очень мне нужен А я тебя запомнила Из тысячи прохожих В друг на друга Так похожих И так Раёк запомнила Тебя в одно касание Моё северное сияние Не говори Не говори Что тебя ревную Море внутри А я тебя целую Ты посмотри Как небо под нами Водит облака Вот и моя рука А ты моё солнце И сердце так бьётся А я тебя запомнила Из тысячи прохожих Друг на друга Так похожих И так Раёк запомнила Тебя в одно касание Моё северное сияние Сердце моё Не это трога Бьётся Поёт снова и снова И говори Больше не зло Я на краю Я для тебя Белой птицей Буду лететь Выше и выше Я за тебя Буду Я тебя люблю А я тебя запомнила Из тысячи прохожих Друг на друга Так похожих И до краёв запомнила Тебя в одно касание Моё северное сияние 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 Но ребята нам обещали Исполнить вместе Во-первых, новую свою песню И если мы постараемся Может быть мы послушаем Ещё и чью-то сольную песню Я думаю, надо не рисковать Надо спеть сначала Больно, но красиво Потом если останется время Я ещё спою самый чистый кайф Давайте-то тут Самую замечательную премьеру Ту самую Прописанную на ремне Больно, но красиво. Луна, луна в глаза слепит, И моя любовь, как детский лепеток. Если не ты, с кем, если не с тобой? Правая педаль до упора, На сердце моем ты рисуешь узоры. Рисуешь так непрежно, но так красиво, За это каждый день я говорю спасибо. Больно, но красиво. Больно, но красиво. Больно, но красиво. Больно, но... В конце тоннеля яркий свет, Там тебя со мною рядом нет. А кто, если не ты? А с кем, если не с тобой? На дне коктейля лёд, лёд, Кто-то меня дома ждёт, ждёт. А кто, если не ты? С кем, если не с тобой? Правая педаль до упора, На сердце моём ты рисуешь узоры. Рисуешь так непрежно, но так красиво, За это каждый день я говорю спасибо. Больно, но красиво, Больно, но красиво, Больно, но красиво. Больно, но, больно, но Правая педаль, да, упомню На сердце на моем ты рисуешь Рисуешь так небрежно, но так За это каждый день я говорю, я говорю, я Правая педаль, да, упомню На сердце на моем ты рисуешь узоры Рисуешь так небрежно, но так красиво За это каждый день я говорю, спасибо Больно, но красиво Больно, но красиво Больно, но красиво Больно, но, больно, но Правая педаль, да, упомню На сердце на моем ты рисуешь Рисуешь так небрежно, но так За это каждый день я говорю, я говорю Больно, но красиво Чудо такое это же Больно, но красиво, а в жизни часто так бывает В вашей жизни Мне кажется, да Ну, конечно Мне кажется, каждый день Все в основном реальные события Ну, Марк у себя в инстаграм не так давно Написал такие размышления по поводу Главного жизни и писал о своем деле Что это и счастье, и несчастье Что это радость и огорчение Счастье, оно, как это ни парадоксально Не в счастье, а счастье в этой палитре эмоций Которую ты можешь испытывать Потому что если бы не было Не приведи, господи, несчастье Грусти, грусти Да, печали, грусти, тоски Ты бы не понял и не оценил Вот этой другой стороны Поэтому счастье, когда ты можешь чувствовать Счастье, когда ты здоров Находиться в моменте Ментально Ваш самый идеальный Новый год Каким он будет вот в эту ночь праздничную, предстоящую? Я до сих пор не знаю Как это будет Прекрасно Оставлю, вот, пожалуй, пусть оно летит как есть Но я очень надеюсь, что с родителями Как решит Дед Мороз Как решит Дед Мороз С родителями, с друзьями Что может быть лучше? Ну, если придется поработать Я это сочту за радость Как будет, так будет А если придется вместе поработать То вообще будет судьба Война Марк, у тебя все ясно с новогодней ночи, Олег? Ну, частично, да, ясно, что я буду работать Ну, сколько буду работать Это станет понятно в ближайшее время Ты уже ближе непосредственно к празднованию Что касается новогоднего стола, ребят Что должно быть, чтобы находиться за новогодним столом Отмечать все вот эти праздники И находиться в такой потрясающей форме Наверное, потрясающая форма и новогодний стол Вот как ты здесь совмещаешь Чувство меры, да Чувство меры должно присутствовать за столом И подвижность, конечно Я, например, очень активный человек И очень подвижный, равно как и Юля Ну и нервная система тоже склад, понимаете Люди, у которых просто красиво, они полнеют У которых больно, но красиво Это уравновешенное Шило есть небольшое Я вообще не очень люблю застолье длительное Мне надо встать, надо куда-нибудь поехать Сменить картинку в любом случае Но я всегда это организую Ну, что обязательно должно быть на столе? Я не знаю, какое-то мандарин, какое-то оливье У меня мамины блины с мясом А папа делает холодец или студенье Да, разные по-разному называют Вот, в принципе, для меня, наверное Паштет у нас всегда за столом есть Тоже домашний? Да, конечно Супер Молодцы какие Да, но родители наши и мои, и Юлины Они еще той закалки, когда вот в основном Все, конечно, должно быть домашнее Папа у меня печет Наполеон Совершенно потрясающий Такой масляный со сгущенкой крем Песочные коржи И это все чуть-чуть постоит Я обязательно, если я нахожусь при нем Он не очень любит Я бы это покажу у тебя, чтобы ты присылал у папы Хотя бы в инстаграм Не знаю, может быть, передам лучше торт сам Это будет, конечно, значительный Но я вот бегаю и вокруг отщипываю эти кусочки сушеные Коржи сами И главное, чтобы не откладывалось, именно нужно бегать Это самое вкусное Это самое-самое вкусное Но, как я говорю, я его облагораживаю Ребят, спасибо вам огромное Мы вас искренне благодарим И, конечно, мы хотим попросить еще Марка исполнить песню обязательно И самое главное, мы вас очень любим Вы невероятно красивые, талантливые, замечательные Мы вам искренне желаем удачи По следующему году нащем умножиться, умножиться и приумножиться И всегда ждем вас Сереж, вам отдельное спасибо Спасибо Фильтрованные в вода и прочий хлам Настало время вспомнить, а главное Самый чистый кайф Обнимать тебя Сотни белых стаи Ай-ай, прямо в сердце Залетают Самый чистый кайф Обнимать тебя Сотни белых стаи Ай-ай, прямо в сердце А снова залетают А все давно за нас решено Мы просто уравнение, где два неизвестных И люди смотрят с нами кино Давай любить отчаянно Давай играть честно Мы трафиком текли по сетям Мы были профили в своих инстаграмах Фильтрованные в вода и прочий хлам Настало время вспомнить, а главное Самый чистый кайф Обнимать тебя Сотни белых стаи Ай-ай, прямо в сердце Залетают Самый чистый кайф Обнимать тебя Сотни белых стаи Ай-ай, прямо в сердце А снова залетают Сотни белых стаи Самый чистый кайф Самый чистый кайф Обнимать тебя Сотни белых стаи Ай-ай, прямо в сердце А снова залетают На стране FM Марк Тишман Юлия Баршута С Новым Годом! Спасибо, до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!